Служба охраны дикой природы Индии получила тревожное сообщение о том, что рядом с городом держат в заточении и буквально рабских условиях несчастного слона. Это было строжайше запрещено индийским законодательством, но прошли долгие месяцы, прежде чем наконец было получено разрешение на освобождение животного. К счастью, в службе охраны природы был очень добрый и ответственный сотрудник Картик Сатьянарьян, который за время своей службы спас немало попавших в беду животных. Но в тот день Картик был естественно не один, так как проблема была очень серьезной. На выручку слону вместе с мужчиной отправились его коллеги из природоохранной службы и несколько полицейских на случай непредвиденных обстоятельств. По информации экологов, 50-летний слон по кличке Раджу был пойман браконьерами еще в младенчестве и с тех пор постоянно содержался в тяжелых оковах. Жестокие владельцы заставляли слона исполнять различные тяжелые трюки перед туристами, таким способом зарабатывая на нем приличные деньги. По пути Картик думал лишь о том, каких огромных трудов ему стоило добиться разрешения на эту спасательную операцию и пройти через многочисленные бюрократические препоны. В том числе нужно было договориться с упрямым шефом полиции Аджаем, который долгое время отказывался выделять сотрудников, утверждая, что те по горло завалены нераскрытыми преступлениями. Однако упрямый Картик даже и не подумал сдаваться, пока наконец копы не согласились оказать поддержку экологам. Добравшись до места, на которое экологам указал неравнодушный гражданин, команда в первую очередь решила осмотреться. Это была небольшая, очень грязная площадка, больше похожая на свалку, из-за большого количества мусора и нестерпимой вони, которую окружало полуразрушенное бетонное ограждение. Где-то поблизости зловеща выли несколько собак, а освещение практически полностью отсутствовало, так что группе приходилось освещать свой путь фонариками. Неожиданно рядом раздался громкий крик хозяина, который велел незнакомцам не соваться на его частную территорию, угрожая в противном случае открыть по ним стрельбу. Незаконный владелец Лана тогда еще не знал, что к нему пожаловала полиция и зоозащитники, чтобы наконец прекратить его издевательство над несчастным животным. Копы, недолго думая, сделали предупредительный выстрел в воздух, охладив пыл злодея. И вскоре на его руках защелкнулись наручники. Картик с экологами сразу ринулись к слону, который был спрятан в задней части двора, подальше от посторонних глаз. Несчастное животное лежало на четвереньках, а на его состояние невозможно было смотреть без слез. Похоже, владелец боялся не того, что экологи заберут его незаконного питомца, а того, что они увидят его удручающее состояние. Некогда довольно мягкая кожа слона была разъедена, словно ржавчина, и во многих местах она приобрела болезненный бронзовый оттенок с белыми крапинками. Животное было очень худым, а из-под кожи даже проглядывали очертания его костей. Судя по всему, большую часть времени слон сидел на короткой стальной цепи, от которой на его конечностях остались глубокие вмятины. При этом гигант выглядел настолько подавленным и опустошенным, словно он уже много лет назад потерял всякую надежду сбежать отсюда. Картик с коллегами первым делом начал снимать тяжелые кандалы слаб животного, которое практически не двигалось и не реагировало. Злобный хозяин, несмотря на присутствие полиции, что-то кричал слону, пытаясь настроить его против незваных гостей. Но освобожденный пленник даже и не думал подчиняться приказам бывшего владельца. Полицейские присоединились к экологам, чтобы совместными усилиями скорее освободить попавшее в беду животное. Закончив с одной из цепей, Картик взглянул на лицо слона и замер от неожиданности. Из глаз освобожденного гиганта катились крупные соленые слезы. Хотя гигант почти не двигался, но кажется он понял, что внезапно появившиеся люди подарили ему свободу, о которой он давно уже перестал мечтать. Разобравшись с оковами, ветеринар сразу же осмотрел слона, который, очевидно, был сильно ослаблен и очень голоден. Такое чувство, что жестокий хозяин практически не кормил питомца, и тот довольствовался лишь обычной травой и угощениями из рук туристов. Экологи накормили гиганта и дали ему успокоительное, чтобы в дороге обошлось без неожиданностей, после чего отвезли животное в ближайший центр реабилитации диких животных. Картик навестил спасенного питомца через несколько месяцев и не смог сдержать улыбки, увидев, что за это время слон значительно поправился и в целом выглядел гораздо лучше. Картик угостил гиганта привезенными с собой угощениями, а сотрудники центра поделились с посетителем, сказав, что он спас слона как раз вовремя. Так как еще один год в неволе в таких нечеловеческих условиях он, скорее всего, уже бы не вынес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok